Немного о метаболизме варанов, ящериц и рептилий в целом. Поскольку я практикую смену дня и ночи в его террариуме, то есть днём в террариуме достаточно тепло, а на ночь я включаю освещение, остаётся только небольшой термоковрик, который лишь чуть-чуть нагревает террариум. Получается, ночью у него достаточно прохладно. Что, собственно, соответствует природной среде. Поэтому поутру, когда он проснулся, а света солнечного ещё нет, рептилий ищет место, где бы погреться. Ну и, собственно, мы можем наблюдать, как он находится в ванне с тёплой водой. Да, вода достаточно тёплая. Мы можем наблюдать, как он просто сидит и не двигается. Весь период времени он будет отогревать своё тело. То есть, вбирать в себя температуру окружающей среды. В данном случае воды. И пока он достаточно не прогреется, он не начнёт активно действовать. В результате, пока он ещё хладнокровен, с ним можно делать практически что угодно. Он даже сопротивляться-то не будет особо. Но, как только прогреется, мы сможем увидеть все эти чудные действия, которые он совершает. Вроде попыток выбраться из ванны и прочую беготню. Сейчас он просто пока ещё лениво. Уже не очень лениво. Но всё ещё достаточно пассивно. Отдыхает в ванне. Вбирает теплоту воды в своё тело. Собственно, разогревать рептилии очень важно. Если вы включили свет и сразу собираетесь кормить, то могут ожидаться проблемы с пищеварением. Так же, как если вы покормили и потом выключили свет. Поэтому рептилии всегда лучше кормить тёпленькой. То есть, желательно прогреть его достаточно долго. Как минимум час под лампой. Или в хорошей тёплой ванне, чтобы он весь отогрелся. При этом, тело его отогреется, а нос так и останется холодным. Пока он лично не искупается. Вот он у меня такой податливый. И позволяет погрузить себя в воду. Чтобы немного отмочить голову. Так закрывает глазки. И думает, что я его чешу заодно. И избавляюсь от лишней кожи. Конечно, долго он так не будет. Но в течение нескольких пары минут вполне может давать себя так погладить. Задерживать дыхание капский варан может более чем на 2 минуты. Как я уже проверял. Конечно же, всё зависит от того, насколько его раздражают. Во время этого действия. Если раздражатель сильный, то терпеть он долго не будет. Ну и голову, кстати, тоже хорошо, полезно прогревать. Секунд 30 в тёплой воде прогреют его голову. Ну, а тело уже само прогреется. Потому что по большей части оно снаружи. При этом, когда варан захочет плавать, он наберёт в себя достаточно воздуха, чтобы всплывать как воздушный шарик. Поэтому сейчас он, конечно, пока ещё не выглядит как шарик. Но в его лёгких уже есть некоторое количество запасного воздуха, чтобы не тонуть. Поэтому он не распластался по дну, а именно выталкивается на поверхность воды. Вот так вот, определительно, через 20 минут утром, после такого прогрева, он начинает активно двигаться и сможет облегчиться. Что также является очень важным. Потому что в случае, если мы уйдём на работу, точнее я уйду на работу, а варан останется один, то за время прогулок по квартире в течение 12 часов он сделает свои дела где-нибудь ещё. Где-нибудь вне воды, обычно на каком-нибудь более-менее холодном месте. Не на ковре, а где-нибудь на плитке. Начались активные перемещения. Пока что не очень активные, но... Ну всё, скоро он начнёт активничать, облегчиться и будет стараться выбраться из ванной. Ну а мы будем за ним убирать и затем поголим чем-нибудь. Вот такой он у нас. Ну всё, буду дальше купать его. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...